Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас по многочисленным просьбам грузинские хинкальды. И сама я тоже, что греха таить, хочется мне. В общем, такие вот красавцы. О, прям бульон прям вытекает. Макнем в соус и начнем кушать. Я, кстати, записалась на реснички, чтобы не делать макияж. Хочу сделать мокрый эффект и не лисичку, а куколку. Что-то такое. Хотелось бы сказать огромное спасибо моим подписчикам в инстаграм, что закинули мне тот комод, который я искала. Я уже нашла, где я буду заказывать. Спасибо огромное! Вот некоторые спрашивают, а что, Икея в Баку нету? Есть перекупщики Икеи. Если этот комод Алекс, например, стоит в Икея 10 тысяч рублей, здесь мне его предложили за 22 тысячи. То есть, если переводить манаты в рубли, получается больше, чем в два раза. Я, конечно, понимаю, что транспортировка это дорого, но не до такой же степени, что в два с половиной раза. Поэтому я решила делать на заказ. На заказ такой комод, вот этот вот, обходится где-то 350. Это нормально. Я пока же не знаю, стоит ли прямо в этом месяце заказывать. Или отложить на следующий. А может вообще сделать подарок себе к дню рождения? У меня в декабре день рождения, кто не знает. И вот даже вчера с мамой сидели, болтали, как отмечать день рождения, что делать. Дома уже отмечать я конкретно не хочу. Это прямо уж 100%. Но у меня такая проблема. Мои подруги не очень хорошо общаются между собой, так скажем. Мои подруги, они разные очень. Бульон дается. Я очень люблю всех своих подруг. Но они как-то между собой не очень. Например, где-то 4 года назад я делала день рождения, позвала всех своих знакомых. Я заметила, что Шелли как-то в углу, ни с кем не общается. Мне от этого было некомфортно, что она где-то там одна. Другая девочка была, которая по-русски не знает. То есть все говорят на русском, а она ни слова не знает по-русски. И ей, хочешь не хочешь, в этой компании было безумно некомфортно. А я, в свою очередь, постоянно просила своих гостей говорить на русском. Ой, на азербайджанском, чтобы она тоже понимала, чтобы ей тоже было комфортно. У некоторых моих подруг есть вторые половинки, есть дети. Кому-то не с кем оставить, например, ребенка. И получается какая-то каша, на самом деле. Поэтому я завидую тем людям, у кого все друзья находятся в одной компании. Это очень удобно. В моем случае я даже не знаю, что делать. И вы знаете, мне некомфортно самой, когда кому-то скучно на моем дне рождения. Кто-то сидит там в уголочке, кто-то по-русски не знает, например, а все говорят по-русски. Парень мой вообще не хочет в девчачью компанию, в компанию, где он никого не знает и так далее. И вот я не знаю, что делать. У меня есть один вариант. Я думаю, может, с родными, близкими, с родственниками отметить отдельно, а с другими подругами как-то отдельно посидеть где-то, поболтать. Вечно у меня была такая проблема. В универе было проще. Позвал всех подружек из универа и все. Но, например, вот эта девочка, которая по-русски не знает, она однажды на меня имбиделась, что я ее не позвала. Но там компания была все русскоязычные, и я знала, что ей будет некомфортно. И в следующем году я уже ее позвала. Но вот так получилось, что вот я чувствовала, что она прям так стесняется, постоянно молчит, все над чем-то угорают, она просто сидит. И мне от этого самой неудобно было очень. Поэтому, наверное, буду отдельно отмечать с родными и близкими отдельно. Например, с женой двоюродного брата у нас там свои какие-то темы, свои шутки, приколы. В общем, эту неделю, когда у меня будет днюха, я буду просто гулять. Например, в один день я со своими близкими, на следующий день я с парнем, потом с другой подругой увижусь. Будет неделя прям лейпея. Рецепт на грузинские хинкали я вам оставлю в инфобоксе, также закреплю в комментариях. Если я забуду, напишите, потому что это обалденный просто рецепт. Они получаются идеальными. И на соус тоже, кстати, рецепт оставлю в инфобоксе. Наверное, потому что у меня подруги, мне кажется, из разного... Из разного круга, так скажем. Например, мы ехали на пляж. Я, Шелли и Жоли. Я заметила, что Шелли вообще ни с кем не общалась, стояла как-то в сторонке. Ей было некомфортно там. А когда ей некомфортно, автоматически мне некомфортно. Мне не наплевать. То есть я хочу, чтобы все на моем дне рождения отдохнули. Мама иногда говорит, когда ты выйдешь замуж, я тебе куплю огромный сервиз. Не то, что я тебе куплю. Ты сама себе купишь огромный сервиз, который стоит 70 тысяч рублей, прикиньте, за сервиз, за посуду. Я говорю, зачем? Мне 10 тарелок достаточно. Во! Кто сейчас дне рождения отмечает дома? Все сейчас идут в ресторан. Посуду не надо мыть, продукты покупать не надо, ничего готовить не надо. Я не особая сторонница прям вот все дома делать и так далее. На эти же деньги можно где-то посидеть. Потом еще с дня рождения остается куча еды, которую некуда девать. Потом ты доедаешь, как на Новый год. мы с мамой всегда спорим на этот счет. Насчет приданного. Мама обожает посуду и всегда говорит, надо купить это, надо купить то. Третье, десятое. Я говорю, мама, успокойся. Мне оно ничего нафиг не нужно. А что скажет твоя свекровь? Ничего, я скажу, что мое преданное, это моя квартира. Все. Закрыли тему. И точка. Я сказала, и точка. Ну, когда я буду выходить замуж, ждите до хрена влогов. Про все наши традиции. Все, без исключения. Как я покупаю приданное. Как мы спорим с мамой. А уверяю вас, какие споры там будут. Просто в этом плане с мамой очень разные. И мама злится, что я ее не понимаю. Но мне неохота тратить деньги на вещи, которые мне абсолютно не нужны. Если я не буду принимать гостей дома, зачем мне два сервиза? Один сервиз для использования на кухне, а другой сервиз для гостей. Костя у меня будет питаться в ресторане. Вообще, у нас в Азербайджане, вот есть традиции, что, например, сторона девушки покупает приданное. И мало того, что люди покупают, у которых есть возможность, есть люди, у которых нет возможности, влезают в кредиты и покупают. Лишь бы, а что скажут родственники? А что скажут эти, те, другие? Я считаю, это в корне неправильно. Ну, блин, ну, женишься ты на девушке, нет у нее возможности, там, не знаю, купить что-то. Почему ее родители должны влазить в долги из-за того, что вот эти вот традиции у нас есть, вынуждена это покупать? Я считаю, это в корне неправильно. А еще, ой, неудобно. А еще, раньше как было? Девушки, например, дочки лет 13-14 уже потихоньку начали покупать приданное. Зачем? Непонятно. Чтобы потом, типа, сложно не было, чтобы было уже все готово. А мода-то меняется. Даже на посуду мода меняется. Я уж молчу про скатерти, там, не знаю, занавески. У нас как считается? Сторона, например, молодого человека должна обеспечить жильем, купить квартиру, а родители девушки должны как бы заполнить эту квартиру. Я поела, наелась. Спасибо, что были вместе со мной. Посмотрите на мой макияж, который я сделала. Вы, наверное, видите предпоследний раз макияж на моем лице. Потому что, когда я наращу реснички, я просто не смогу делать себе такие мейки. Кстати, под влогом гендер-пати было очень много негативных комментариев по поводу макияжа, который мне сделал визажист. Все пишут, Айка, тебя как будто избили. Но мне самой тоже вообще не понравился макияж, если честно. Я просто видео не стала говорить. Я подумала, может быть, я просто придирчивый человек. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, кому не сложно, подпишись на мой канал. Если ты все равно смотришь мои видео, мне будет очень-очень-очень приятно. Всех люблю. Пока.